Недовольные пациентки первой поликлиники еще при встрече с нашей съемочной группой на прошлой неделе заверили, что будут бороться за свои права. Закрытие женской консультации, что называется в шаговой доступности, возмутило собравшихся. А перспектива обслуживания в ЦГБ, что на другом конце города, женщин совсем не радует. В каждом почти доме, в пятиэтажке, в девятиэтажке, мы видим стоматологию. Стоматология точно так же, я так думаю, теперь будет и рядышком, гинекология. Это будут частные какие-то, наверное, услуги за деньги, опять же. Это не в интересах людей, простых людей. В тот день они и начали собирать подписи под открытым письмом губернатору края. И это при том, что в региональном министерстве здравоохранения сразу пояснили. Объединение двух медицинских организаций – мера вынужденная, хотя бы потому, что в поликлинике скоро начнется ремонт. К тому же обслуживание пациента, которые раньше проходили обследование или лечение в консультации при первой, только улучшится. В ЦГБ переведен весь медицинский состав и усилена техническая база. В условиях дневного стационара мы выполняем абсолютно все малогинекологические операции. Мы проводим прерывание беременности медикаментозным способом и проводим ряд курс-физиопроцедур. Опасения волнующихся женщин о том, что теперь на прием к врачу будет крайне сложно попасть, ведь на ЦГБ легла дополнительная нагрузка, главный врач больницы не поддерживает. К слову, он готов встретиться с пациентками и рассказать, как устроен процесс работы, чтобы всем было хорошо. Из официальных писем и ответов профильных специалистов следует, что минус в объединении лишь один – расстояние. Неужели именно это и стало поводом для проведения в центре города митинга? Валентина Федоровна – активистка Всероссийского женского союза «Надежда России». По сути, это движение, которое сформировалось под крылом коммунистов. Можно говорить, что это четвертая попытка КПРФ провести митинг в центре Бийска. Мы обязательно будем раздавать подписные листы, будем собирать подписи и против увеличения коммунальных усов, и против переноса женской консультации. Все это будем делать и просим, чтобы власти услышали простой народ. Сейчас уже женский союз попросил площадку Петровского бульвара. Намерены собраться у камня в честь основания Бийска. Заявили об участии 250 женщин, а дата проведения – 19 февраля. Ждем решения бийских властей, что они ответят на такой хитрый ход конем. Елена Кузовкина, Илья Питков. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова